В субботу в Саранске прошел чемпионат по уличным боям «Стрелка». 14 участников и полторы сотни болельщиков собрались на пляже стадиона «Старт». Одни, чтобы испытать силу удара, другие получить адреналин от необычного для столицы Мордовии зрелища. Чемпионат по уличным боям впервые был организован в Санкт-Петербурге пять лет назад. С тех пор на «Стрелку» стали собираться уличные бойцы десятка крупных городов России. В этом году к ним присоединился и Саранск. Наша съемочная группа побывала на «Стрелке», чтобы понять, зачем людям такие развлечения. Уличные бои не такие, как в лихие 90-е, а легальный, одобренный правоохранителями чемпионат по боям без правил. Для Саранска явление новое. Любители подраться собрались на пляже стадиона «Старт». Босиком на мокром холодном песке они метелили друг друга и получали от этого удовольствие. И как только узнал, что у нас в Саранске проводится турнир, то сразу же, без раздумия, хотел поучаствовать. Вот, сами видите, два боя, две победы. Это уже второй турнир чемпионата «Стрелка» в Саранске. Первый прошел в начале сентября. Тогда участников было больше. Но и в этот раз, несмотря на моросящий дождь, желающих поучаствовать, а в особенности посмотреть на дерущихся, собралось немало. Организаторы чемпионата два молодых парня, Денис и Евгений, решили, что Саранску не хватает экшена. И что любителям почесать кулаки лучше состязаться на ринге, чем драться в подворотни. Это интересное занятие. Ну уж намного, я думаю, лучше, чем сидеть где-то в подворотнике и пить пиво. Сами любите так подраться? Сами. Ну если только вот так же. Вот так же, да, любим. Официально, чтобы все было. Но никак не дебоши и так далее. И никак пойти в клубе, там, напиться и подраться с кем-то. Такого нет. Только спортивный интерес. Мы против насилия. Чтобы было бы на улице, абсолютно все проблемы, да, или что-то. Как бы появилась проблема, решают, пусть какая в ринге. У нас нет проигравших. Тут у нас есть все победители. У нас все. У нас непосредственно. Не важно, проиграл, ты выиграл. Ты победил. Ты вышел в ринг, ты победил. Здесь все серьезно. Настоящий ринг прямо посреди пляжа. К слову, уличные бои всегда проводятся на песке. И судья турнира, титулованный спортсмен, победивший на ринге самого Джеффри Монсона. Тренер по восточным единоборствам Дмитрий Титков. Он следил за тем, чтобы участники не покалечили друг друга и не нарушали правил. Да-да, вы не ослышались. В чемпионате по боям без правил тоже есть свои табу. Никаких ударов в пах и ниже пояса. Нельзя кусаться и бить ногами лежачего. Только драка и ничего больше. Впечатление только хорошее. Бои они в мужских сердцах всегда. Хочется драки. Выиграл, проиграл, не важно, зато подрался. Побольше таких спортивных мероприятий, что проводили, чтобы больше молодежь прививали к спорту. Как бы пускай это все жестоко, но может быть, чем больше мы будем жестокости в спорте, тем добрее мы будем в этом мире. Семь боев, в которых состязались и профессиональные спортсмены, и любители, прошли на одном дыхании. И что радует, без серьезных травм выплеснуть адреналин и показать свою удаль молодецкую. Собрались участники всех возрастов. Самому старшему из них, Владимиру Босину, года не помешали победить. Своим примером показалось, что возраст еще ничего не значит. Сегодня бой провел я с молодым. Я перед боем к ним подошел, узнал, чтобы ему лет 27 дней, 46. Всех молодых людей призываю к спорту, особенно в Восточном наборце. Меч курили, не пили, изучали свое отечество. Главное, чтобы навыки боев без правил участники не использовали в повседневной жизни. Людмила Кусерова, Людмила Чукал, Григорий Денисов. Наши новости.